Сегодня в нашу студию мы пригласили человека, широко известного в Ленинском городском округе и за его пределами, Александра Синицу, более знакомого всем, как клоун Алекс. Добрый день. Добрый день. Итак, вы подготовили для детей, насколько я знаю, новую развлекательную программу. Скажите, где она будет выходить, когда и, собственно, пару слов о самой программе. Выходить она будет кинотеатр «Искра». Самое любимое место жителей и маленьких жителей. Программа называется «В кино с клоуном Алексом». Значит, это идет возрождение жанров. Когда-то в советское время все мы, артисты эстрады, цирка, кино, перед началом сеанса давали представление. Потом это, к сожалению, все ушло, и сейчас я занимаюсь возрождением старых традиций, старых жанров. И уже многие даже из Москвы, из других городов пишут, говорят, большое спасибо на твоем примере, мы возрождаем. Творческие коллективы выступают перед началом киносеанса. Значит, у нас в эту субботу и в это воскресенье в самые первые сеансы семья Бигфутов, Стрельцов, перед началом, за полчаса до начала сеанса мы проводим спортивно-развлекательную программу. Для всей семьи. Приходите с друзьями, с семьями, с детками. Мы поиграем в футбол, у нас будут настольные игры, футбол, хоккей, баскетбол, перетягивание каната. Будут призы, и будет хорошее и доброе настроение. Приходите и вы. Обязательно. А как-нибудь вот эта программа перекликается с теми фильмами, на которые, в общем-то, придут зрители, чтобы и принять участие в программе, и посмотреть кино всей семьей? Обязательно. Смотрите, вот название первого сеанса называется «Семья Бигфутов». Значит, мы со всей семьей пришли и посмотрели эту программу. Второй фильм «Стрельцов». У нас мы поставим ворота, у нас есть футбольные мячи, у нас будет связано непосредственно с футболом. Все как раз в одну тему. И семья, и спорт, и футбол, и любовь. Раз мы заговорили о возрождении традиций, это какая-то долгосрочная программа будет? Или вот только эти ближайшие выходные? То есть поделитесь планами. Ну, вы знаете, программа в кино с «Клоуном Алексом» идет уже не первый год. Но сейчас мы думаем, надеемся и уверены, что это будет дальше уже как цикл целых программ. Мы будем привлекать наши коллективы. Коллективы нашего Ленинского городского округа. У нас есть очень хорошая дружба с нашим московским эстрадно-цирковым училищем. Будем приглашать студентов, будем приглашать уже известных и популярных артистов театра, цирка, кино. И они будут выступать перед началом сеанса. Это будет здорово. А вообще задача – вернуть зрителей в кино. Нам нужно с семьей ходить и смотреть. Вот эта атмосфера кинотеатра, она должна сохраниться. Ведь я занимался мариторингом. Два или три кинотеатра по всей России. Вот такого формата, как «Искра». Это надо сохранить. Сохранить как память. И показать. Смотрите, это действующий кинотеатр. Сюда могут прийти жители решать какие-то свои проблемы, какие-то там собрания. И пусть будет программа. Программа будет для детей, программа для взрослых. И самое главное – можно прийти в кино. Понимаете, это очень здорово. Планы действительно захватывающие. Но я думаю, многие захотят стать свидетелями начала всей этой истории. Поэтому вы можете обратиться к нашим зрителям и пригласить их на грядущие выходные посетить кинотеатр «Искра» и ваши программы. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, приходите. Будет очень интересно. Будут призы. Будут подарки. И самое главное – будет очень интересное кино. Приходите. Мы вас очень ждем и приглашаем. Что ж, я думаю, после такого приглашения все просто обязаны взять своих детей и прийти в кинотеатр «Искра» на ваше представление. А мы благодарим, что вы пришли к нам на наш эфир. Большое вам спасибо. Всего доброго. А я напомню, что мы беседовали с Александром Синизой, точнее, клоуном Алексом. К другим новостям.